Всем привет, с вами Том, и в сегодняшнем видео мы посмотрим начало новой мега-акции с оленями, которая приурочена ко Дню Святого Патрика, судя по всему. Привет, ты Эпплджек, верно? Принц Брамбл, какой сюрприз, что ты делаешь так далеко от Вечно Зеленого Леса? О, мой отец, король Аспен, планирует открыть посольство в Панивилле. Вот это поворот. Чтобы гостям из наших краев было где остановиться. Но он все еще не вполне доверяет пони после... Эммм... После того, как все эти пони вместе с Минотаврами пытались устроить Луна Парк в самом сердце Вечно Дикого Леса, и вы покрыли всю Эквестру волшебными зарослями, и потом мы все вместе это расхлебывали, пересказывает нам Эпплджек сюжет официальных комиксов от IDW. Эээ, да, точно. Ну, хотя спасибо, что они объяснили предысторию, откуда вообще эти олени взялись. Точно, но я подумала, если бы мы показали, что олени и пони могут работать сообща, он бы смягчился. Говорят, ты умеешь и любишь работать. И поэтому ты пришел ко мне. Что ж, это очень мило с твоей стороны, Брамбл. Уверена, мы с тобой сработаемся. Кстати говоря, кажется, у меня есть одна идея. Интересно, согласится ли Пинки Пай помочь мне подключить старую соковыжималку к ветряной мельнице. Она, в конце концов, тоже имеет отношение к Эпплам. Ну, в смысле, Пинки Пай. И очень миленький баннер акции. Пройдите временную историю и получите невероятные награды. Очень милый. Так, это мы с вами читали. Итак, отправить Пинки Пай вперед на 3 минуты. Пинки Сэнс и Ди. Мы пока посмотрим, что у нас тут еще есть. Ну, во-первых, само место действия акции это вот этот вот магазинчик с клевером. Очень странно, что он у принцессы Селестии стоял сам по себе. Потому что, как мы помним по прошлым местам, вот эти вот магазинчики потом нигде не используются модельки. Так что... Или там другая была. Или... Да нет, вроде это моделька. Что-то странное. И да, у нас никакой коллекции нету. Ни актуальной, ни обычной. То есть, у нас все оленяшки просто как оленяшки, да, получаются. Новинки. Знамя волшебника почему-то. Может быть, она будет по квестам. Эппл Манчетс, поняшка тоже из этого обновления. Серая жительница Леста за 990 камней. И Буланы лесной страж за 740 камней. Ну, короче, да. Несмотря на то, что это не актуально, как с яками, стоят они как яки. Во всех смыслах этого слова. На ферме сладкое яблоко. У нас тоже новая поняшка Санни Эппелузан. Санни Эппелузан. Так, Кунштамт, Контерлот, все понятно. Напорчики за донат у нас Эппл Манчетс вместе с тележкой из Альдиссея из Азапьяблоками. Да, помнится такая. Буланы лесной страж вместе с фонарями из Вечно Зеленого леса. Санни Эппелузан с шаром Клеверная шляпа. А, это шарик такой. А я-то думала, что это такое. Серая жительница леса с беседкой и с камушками. Так, и все, да. Да, 4 наборчика. Других новинок у нас вроде как нету. Заберем монетку Кэппера. Изучить самокопаемое производство сока в книжной лавке. Интересно. А, это, наверное, социальная акция. Давайте посмотрим. Все равно как бы назначать. Итак, приз у нас Гнедой. Страж леса. Памятный витраж Спинки Пай. Я вам показывала, что на нем изображено. Давайте назначим. Значит, у нас Чирили. Брай Берн. Как тебя зовут? Ну, вы поняли, вы поняли, вы поняли, вы поняли. Ох, ты у меня все есть. Вот это поворот. У меня есть все эти пони. Эмеральд. Эмеральд Грин. Это у нас... Не помню, как пони зовут. Не помню. Все, память никакой нет. Узи Фербриз. Трихагер. Понятно. Бэпсид. И Эппл. Что-то там. Что-то Эппл. Явно. А что именно? Не помню. Никакой у меня памяти. И это у нас короткая мега акция. Ну, как, она на 12 дней. Но это сплошь сплошные битвы с боссом. По типу, как у нас была акция со Виндиго. Интересно, насколько здесь реально будет что-то выиграть. А, пинки уже доделала. Олени вернулись в город. Чудесно, иногда неуютно от мысли, что тебя окружают одни поняши. Эпплджек спросила меня, какие цветы из вечнозеленого леса мне нравятся больше всего. Узнав, что это цветы клевера, она улыбнулась и отправила меня за ними в цветочный магазин. Куда я и направлялся, но встретил одного единорога. Кажется, Рарити. И она предложила принести их. Какая добрая Рарити. И спросила, со мной ли Блэк Торн. И не для него ли эти цветы. А потом очень громко сказала, ладно, забыть и убежала. Если вы не читали комиксы, то там Рарити очень понравился. Этот Блэк Торн, она прям такая, прям ми-ми-ми. Сю-сю-сю. Не-не-не. Я рад, что она принесет мне цветы, но что у нее общего с капитаном Королевской Стражи Вечно Зеленого Леса. И знает ли об этом Супайк. Действительно. Отправить Рарити принести цветы из клевера. Точнее, цветы клевера из цветочного магазина. На 15 минут вы издеваетесь. Давайте мы пропустим уже за один камень. Я рада, что эти цветы не для Блэк Торна. Я ему не доверяю, а шлем у него просто дурацкий. И не рада, а рад, потому что это говорит Спайк. А Спайку не нравится Блэк Торн, потому что Блэк Торн нравится Рарити. Вот как все, короче, надо правильно говорить. Так, 12 бушелей импортного цвета клевера, как ты и просила. И что мы с ними будем делать? Мы будем варить дружбонад... Дружбонад? Вот что это? Отборнейшие яблоки из моего сада и тонкий аромат клевера из вечно зеленого леса. Покажем, на что способны олени и поняши, когда они работают вместе. Они будут что-то варить. Думаю, мы можем его продать, а на вырученные деньги заново засадить твою родину деревьями. И, наконец, исправим то, что натворили эти горе-строители. Это отличная идея, Эпплджек, но нам придется продать его быстро. Отец скоро уезжает из Панивиле. Надо все успеть, у нас просто может не быть второго шанса. Будет не так-то просто убедить отца снова поверить поняшам. Но если мы продадим весь наш запас Дружбонад, Дружбонада, как можно скорее у нас может получиться. Попробуем. Интересно, как это в оригинале звучало? Дружбонада? Что же это такое? Битва с боссом? Ну, судя по бочкам, это явно Сидор что-то такое. Сидор с клевером? Короче, состоит из трех раундов. Их там больше, чем три, не надо врать. С различными наградами. Одна награда временная. Вы должны выиграть раунд за определенное время, чтобы ее получить. Значок атаки. Выжимай. Чем больше мощность, тем сильнее снижается. Уже помощники увеличивают. Понятно. Итак, у нас получается. А сколько у нас эта поня стоит? Значит, тут у нас награда. А, нет, смотрите, лоток с клеверо-яблочным соком. Все-таки эта моделька есть как моделька. И Брамбл временный приз. Я вот думаю, может быть мне купить эту зеленую? Тут у нас пока неизвестно что. Трон Аспена и Блэк Торн временная награда. Здесь у нас лесной рынок и сановница вечно зеленого леса, которую я называла королевой, но кто ее знает. И последний этап, четыре этапа. Сердце леса и временная награда король Аспен. И, скорее всего, для них бустеры будут прям вообще-вообще. Вот, ну да, самый-самый серьезный пони. Четыре этапа у нас, не надо врать. Ладно, давайте, наверное, попробую пока без нее. Сколько тут у нас? Значит, по два часа. Прикольно, смотрите, он яблоки ей зашвыривает в эту. Прикольная анимация. В общем, получается, что приобретение этой поняшки уменьшает число ударов с восьми до шести раз. Время у нас между ударами два часа. То есть у нас экономия четыре часа времени. И, наверное, это того не стоит. Наверное, Брамбла вполне можно забрать за восемь на два. Это шестнадцать часов, дается двадцать четыре. Да, я думаю, вполне можно забрать и без этого. Если что, там за камни потом разок пропустить. Потому что сама пони красивая, конечно, она мне понравилась. Но двести семьдесят пять камней, мне за нее что-то отдавать пока не хочется. Честная пионерская. Вот. Хотя, на самом деле, на саня и пылуза мне в любом случае не хватит, даже если что. Но я еще хочу сказать, что вполне вероятно, что это не все пони, которые будут доступны ко дню Святого Патрика. Вполне возможно, что в выходные нам выгрузят еще какие-нибудь скидки на зеленых поняшек. Так что будьте к этому готовы. Так что Apple Manchins, конечно, очень красивая моделька в данном случае. Но, наверное, я попробую получить Брамбла без ее помощи. Вроде по времени, я думаю, должна я успеть. Ну и наверняка, наверное, конечно, на Аспина с другими пони там будут в бустерах более серьезные пони, которые стоят много камней. Поэтому, ну или донатные наборы брать, если кто-то кому-то так проще. Все, на этом пока все. То бишь, если будут в выходные какие-то еще скидочки непосредственно ко дню Патрика в плане там зеленые пони и все такое, я тогда, может быть, досниму еще один ролик. Ну а так буду бить, как и вы. То есть тут просто, как и в случае с Виндига, этап просто с битвами с боссами и как бы и все. То есть тут ничего от нас больше, честно говоря, особо не зависит. Вот, только по будильнику вставай, да собирай. Ну и вот тут у нас, конечно, в топе, ну да, я охотно верю, что второй и третий ранг, да, конечно. Но будем надеяться, что, может быть, у меня получится на оленьке удержаться, раз у меня все поняшки присутствуют. Вот пишите, как у вас там закончилась акция Songbird Serenit, если вы ее проходили, ждете ли вы что-то интересного от этой акции, ну хотя бы Брамбла, например, получить тоже, мне кажется, будет достаточно неплохо. И увидимся в следующих роликах по этой игре. С вами была Тома, пока. И еще на всякий случай скажу, что сейчас в отеле находится Тарихагер, до этого было Зефир Брис, они оба нужны для социальной части этой акции, но у меня обе поняшки есть, поэтому у меня в отеле никого нету, поэтому я забыла вам про него сказать. Все, до встречи в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok